Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Ник, и мы продолжаем играть в различные игрушки для Android-устройств. Сегодня мы посмотрим игру Forces of Freedom. Эта игра находится в раннем доступе и является некоторым, как это бы назвать, чем-то вроде танков, но за людей. То есть вы играете две команды, примерно точно так же, как в World of Tanks, только вместо танков человеки. Собственно, в игре есть три расы. Это, не знаю, Евро... Нет. В общем, какой-то общий мировой скаут. Он имеет, как бы быстро бегает и на близкой дистанции дерется. Также есть две полноценные фракции. И, как мы видим, тут будет множество улучшений для снайперов, для чуваков с винтовками. Собственно, здесь пока не указано, а вот здесь уже есть хоть какие-то скины. Игра находится в раннем доступе, поэтому кроме пяти вот этих вот солдат никого не доступно. То есть по снайперу у России, Советского Союза и у Америки, Соединенных Штатов. И также по чуваку с винтовками. Снайперы являются... У них длинная дистанция, одиночный огонь. И Рифлмен, он более такой, более быстрый. Но дерется на гораздо более низких дистанций. Давайте мы сыграем за Россию, за снайпера России, Советского Союза. И погнали. Сейчас вы увидите, собственно говоря, сам игровой процесс. Постараемся затащить. Да, бои происходят пять на пять. Вот у нас два снайпера и три чувака с винтовками. У них же точно такой же отряд. Игрушка не так давно вышла. И поэтому бои происходят почти что на одной и той же карте. Чувак, дай пройти. Просто встал что-то, блин. Постараемся занять первым делом позицию. Даже не знаю, где бы ее занять-то. Я бы ее вон там бы занял. Что-то мы упали в реку. Надеюсь, мы сможем подняться наверх. Нет, не сможем. Это плохо. Потому что я снайпер, мне надо занять в возвышенности, а не наоборот. Надеюсь, меня сейчас не подстрелят, пока я здесь перемещаюсь. Да, снайпер очень медленный. Вообще игра достаточно медленная. Хотя и на матче дается всего, сколько-то там, 5 минут или что-то вроде того. Вижу чувака с винтовкой. Давайте попробуем прицелиться. И подстрелить нашего противника. Очень долгое сведение, конечно. Давайте попробуем навестись на него. Неужели это максимальное приближение? Ну, давай. Да черт! Как они так стреляют? Это вообще ужас какой-то. Ну, собственно, давайте уже вернемся в меню. В меню первую каточку мы с вами слили. Просто как настоящие неудачники. Давайте я возьму лучше американского солдата за него. Я, по крайней мере, более-менее умею играть. На самом деле нет. Я играл в эту игру, наверное, месяца полтора назад. Итак, у нас 5 снайперов на 5 снайперов. Это что-то странное будет. Я уже чувствую. Да, давайте выдвигаться уже скорее на позицию. Собственно говоря. Я знаю здесь неплохую позицию. Что-то американский снайпер, по-моему, быстрее бежит. Вы не замечаете это? Время тащить. Вот, вот этот дом не нужен. Этот дом просто идеальная снайперская позиция. По крайней мере, была раньше. Сейчас уже в игру, я уверен, больше человек играет. Я уверен, они уже прохаваны до всего этого. Так, как лечь? Чувак, ты можешь лечь? Не помню, честно говоря, управление до конца. Ну, давайте кемперить, собственно говоря. Вон у нас первый противник. И попадание. Второй. Мимо. Ждем его. Он высунется. Раньше прицел был более точным. Что-что я заметил, сделали менее точными снайперские винтовки. То есть раньше действительно можно было приближать, и кругляшочек был достаточно крупным. Ага. Задерживайте клавишу выстрела. А, вот оно как работать стало. То есть я должен задержать клавишу выстрела перед выстрелом, чтобы произвести, собственно говоря, точный выстрел. Но так как у нас противник спрятался за рождением, это не очень хорошо. Где у нас противники? Не указано пока что. Они могут нас... Ауч! Попали? Я вижу его. Вижу противника. Давайте прицелимся. Может, он еще и выбежит из-за угла. Что-то издеваешься, чувак. Из-за иди демон. Блин, почти попал. Чуть-чуть-чуть-чуть совсем прицел. И нас прикончил он. Чувак, кажется, и моего знакомого снял, и его... Ну, блин, он просто стоял и мешал мне. Серьезно? Ладно, что-то мне за снайперов нам не идет. Давайте попробуем сыграть за тогда полную противоположность снайперу. То есть, за быстрого-быстрого стрелка. Солдаты. Быстрый стрелок. Погнали. Интересно, кто будет против нас? Надеюсь, будет много снайперов. Потому что, ну... Наша цель это как раз-таки пушить их. И да, один разведчик, три снайпера и один чувак с винтовкой. Постараемся пойти окольными путями, зато посмотрим. Я еще ни разу не играл за этого персонажа. Как, собственно, я играл в игру-то всего два-три раза. Давайте первым делом выдвинемся вон кто их... к тому дому. И попытаемся обойти противника. Давайте по лестнице поднимемся. Пока что нас вроде никто не видит. обойти противника это всегда любое дело. Главное, чтобы нас вот тот чувак с автоматом не попытался точно так же обойти. И... нам не повезло. Именно этот чувак с автоматом нас и пытается обойти. Стреляет на подавление. И что мы будем делать в данной ситуации? Он не сможет у нас попасть, но и мы не сможем попасть в него. Давайте быстренько перебежим назад. Здесь ловить явно нечего. Стреляет, но, конечно же, мимо. Блин, вот почему дернуло его сюда подойти? Давайте уже... О, нет, меня обнаружили. Какой ужас. Будем около стеночки около стеночки передвигаться. Я вижу первого снайпера. Я вижу скаута. Камера. Не болей. Где же у нас противник-то? А, к черту побежали. Побежали под гюртой. Бежим сюда, 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 сюда. Аккуратненько. Вижу скаута. Побежали, побежали, побежали. Но мы не будем, конечно же, останавливаться. Мы попытаемся обойти противника. Нас обошел этот чувак, блин. Ну, убил снайпер. То есть нас сразу же два, двое попытались вынести. Эх, черт. Что-то вообще не прет. Не прет нам вообще как-то. Но я, собственно, и не особо умею играть в такие игрушки. Ладно, давайте сыграем уже за стандарт. То есть за человека с винтовкой. Калаш. Тащи. Тащи калаш. То есть тут в основном стратегия вся стоит в том, чтобы засесть на какой-то точке. И снайпери тех, кто выходит как бы из укрытий. Кто продвигается к центру карты в самом начале. Когда в прошлый раз играл, я играл гораздо лучше. Я убивал, не знаю, там, по два, по три человека каждый матч. И проиграл, по-моему, всего два матча. Выиграл, наверное, матчи пять. Что-то мне сегодня вообще так не прет. Ну, наверное, потому что уже игроки уже поняли, посмотрели, что за игра, научились играть. А в то время, пока я играл в другие игрушки. Так что, весьма возможна, сейчас мы просто сольем. Смотрите, кстати, какая хорошая точка наверху. Если мы ее займем, то у нас будет шанс поснимать противников. С нами идет наш же братка. Тоже с калашом, как я понимаю. Да, магазин тут закрыт. И никакого оружия, кроме калашей и снайперских винтовок, собственно, и нет. Так, давайте посмотрим. Вон идет там противник наш. Давайте посмотрим, когда он высунется, мы его снимем. Снайпер. Вижу снайпера. Пытается обойти нас. Ложимся. Чуть на клещ. Чуть на клещ. Как же сложно тут. Отлично, попали. Хм, спрятался сразу. Вижу еще одного, пытается попасть по нам. Блин, что-то нас со всех сторон пытаются прижать. А я забыл, как лечь. Отлично. Остался только один противник. Два. Снайпер и еще один противник. О, я вижу, вижу, вижу еще одного противника. Он где-то тут. Да-да-да, вон он сидит там. Добавились и четыре, кстати говоря. Так, перезарядочка. Раз. Давай же, стреляй точнее. Я как бы и вижу его, но как бы и не вижу. А, он убит, он убит, он убит. Все нормально. Вижу, стреляет сбоку. Стреляет где-то сбоку противник. Вон он. Да, господи, как ты можешь мазать так, чувак? Отлично. И, блин, ну, конечно, мы подстрелили троих человек. То есть попали сначала в снайпера, потом попали еще одного чувака. Нет, спасибо, мне не нужно рейтинг ваш выставлять. То есть, да, мы ранили многих, были на перекрестном огне у троих, но при этом никого не убили. Но, тем не менее, мы неплохой вклад внесли. То есть нанесли 122 урона, это больше, чем одно убийство. Хоть и никого мы не убили, мы, тем не менее, заняли достаточно высокую позицию. Смотрите, мы нанесли урона больше, чем любой человек в нашей команде. Я считаю, это неплохо. Ну что ж, давайте еще раз попробуем. Может, в этот раз нам повезет все-таки за снайпера. А теперь, когда я понял, как сводить оружие, а то до этого, я не помню, там такой функции не было. Да и какие-то бомбы еще добавили С4. Ладно, все, давайте за нашего русского снайпера. В этот раз у нас точно получится, и мы точно заработаем свои первые фраги. Я более чем в этом уверен. И мы единственные русские в нашей команде. Но, тем не менее, 4 снайпера на 4 снайпера и одного бойца. Как я вижу, тут подбор команд стоит на равных условиях. Побежали, побежали, побежали. Где же бы занять позицию? Давайте вот там, все там же, у того же дома займем позицию, вон у дальнего. Раз все-таки это одна из моих любимых позиций. Попытаемся поубивать противника с этой точки. Еще бы научиться ложиться. Так, давайте попробуем зажать клавишу. Я не знаю, как тут вообще определяется. Как тут ложиться-то? Люди ложатся, а я не могу что-то. Я уж тренировку давно проходил, не помню. Где же у нас противник? Ага, вижу. Вижу противника. Почтаемся его поймать. Где-то там. Вон, я вижу его голову. Давай, давай. Очень... Да блин, почему именно в меня? Тут чувак перед тобой стоит, а ты стреляешь именно в снайпера. Который... Дальше. И есть, есть, есть. Отлично, попадание. Мы убили первого врага, потому что джек, это, конечно же, мы. Подождите, у нас ограниченное количество патронов? Видимо, нет. Я надеюсь, по крайней мере. Давайте попытаемся снять этого противника. Что, он стоит вообще на пофигу? Как будто ничего не боится. И, блин, нас убивают. Нас убивают прямо в голову. Он прицелился в голову, а мы, собственно, и выстрелили ему в тело, поэтому проиграли. Но мы убили одного противника. Давайте, что ли, понаблюдаем за окончанием этого матча. Мне аж интересно, кто выиграет. Блин, чувак, зачем ты стреляешь в голову? У него совсем мало хп, ему достаточно в тело выстрелить, и он бы умер. Но ты почему-то попытался прицелиться в голову и проиграл. Ну, собственно, не мне судить, я же тоже слился. Но хотя бы я убил кого-то. Ну и что, ты будешь сидеть полторы минуты? Они же просто захватят сейчас точку. Хотя он лучше знает. Стреляет по этому. Чувак, ты не можешь стрелять сквозь стены. Отлично, он встал. Первого прикончил. Остается еще один снайпер. Давай-давай, мочи его. Пытается занять точку противник. Пытается лечь так, чтобы его не было видно. И у него это получается. Теперь нашему придется выдвигаться, чтобы освободить точку. Иначе точка будет захвачена, и мы проиграем. А, подождите-ка, у них еще есть один солдат. Ну, тогда, собственно, нечего делать, потому что у нас его уже мало. И он под подавляющим огнем. А один человек захватывает точку. В принципе, это почти стопроцентный проигрыш. Да, что-то как-то не прет нам. Но ничего, сейчас мы попробуем еще раз. И точно затащим. Для этого боя выберем себе солдата среди Америки. Возьмем Рифлмена с его винтовочкой. Что интересно это за винтовка? Я не очень разбираюсь. Ну да ладно, неважно, поехали. Поехали уже, поехали. Поехали, 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 поехали. Собственно, пока что вот это вот все, что я вам показал, это практически все, что есть в игре. Одна карта, пять видов солдат. Из них два снайпера, один бегун, разведчик, так сказать. И два человека с винтовками. Один сока, второй с каким-то М, наверное. Да, переименоваться мы не можем, поэтому мы какой-то ноунейм. Ну, собственно, игра в раннем доступе, ничего удивительного. Так, давайте побежим в этот раз через этот мост уже попыстрее, потому что в прошлый раз, когда мы... Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, это наш выстрелил. Потому что если нет, то... Это не очень хорошо будет. Хотелось бы узнать, конечно, как все-таки ложиться. Но, видимо, не в этом выпуске. Выглянем немножко и будем снайперить. Но хотя мы автоматчик, зачем мы должны снайперить? Может, стоит штурмовать все-таки противника? Даже снайпер штурмует. Давайте побежим в обход, как делает наш союзник. Заодно прикроем его. Так как он снайпер, если ему встретится человек с автоматом, будет не очень хорошо. Я думаю, по нам ведут огонь. Да, уже двух наших смаслили. А их до сих пор пять. А нас-то всего трое осталось. Блин, плачевная ситуация, честно говоря. Чувак, просто побежали. Да не стойте на месте. Отлично, отлично. Нас обнаружили. Но останавливаться нельзя. Не сейчас. Нас просто сейчас снесут. Отлично. Пытаемся прицелиться и прикончить вот этого чувака. Черт, он так спрятался, что я даже его голову не вижу. Ну что, будем ждать, что он выйдет все-таки. И вот он. Я, конечно, как всегда проморгал свой шанс на его убийство. Немножко пинк подлагивая меня. Но мы попадаем. Да блин, да какого фига? Я в него два раза попал, он меня одним патроном смыслил. Это все потому, что по нам снайпер попал. И этот, блин, пинк еще дурацкий. Я был почти уверен, что мы его прикончим. Вилли ли я? Попадал ему в голову. Но при этом почему-то игра решила, что я попал ему в шею или в тело. Нет, я не хочу это оставлять просто так. Давайте попробуем еще раз. Мне не нравится эта игра. У нас пока нет ни одной победы. И по-моему, пять поражений. Или четыре. Нет, пять вроде. Пять поражений и ноль побед. Хотя, не знаю, может быть, в другом матче наши бы и затащили. И я не стал смотреть уж в матче до его полного окончания. Но главное, что проиграли мы. Нас убивают все время каждый матч. Побежали, побежали. Попытаемся, попытаемся еще раз. Когда-то же должно все-таки повезти. Не можем же мы все время только и делать, что сливать. Конечно, в паре матчей мы еще более-менее нормально сыграли. Но даже там мы проиграли в итоге. Хотя, по-моему, один матч мы выиграли, нет? По-моему, было что-то вроде того. Неплохая позиция. Может, это все из-за того, что мы не можем никак найти... Так, что-то не очень мне нравится это. Хотя, если мы будем вот здесь вот держать эту позицию, то, возможно, что-нибудь-то и получится. Мы зачем-то втроем встали в одной позиции. Видимо, люди знают, что делают. Я лично не понимаю, что я делаю. Угу. Может тоже встать за коп. Блин, ну там снайперы. Если бы я знал, как ложиться, было бы гораздо все проще. Так. Да, здесь не видно нас. Точнее, мы не видим противника. Ну, собственно, что-то тоже таить. Мы убили первого снайпера. Тут уже надо рашить. Наверное. Я, конечно, не эксперт. Так, не застревай, чувак, в текстурках, пожалуйста. Не сейчас. Смотрите-ка, позади нас прямо противник. Точнее, нет, впереди. Впереди, впереди. Я что-то попутал, что мы почему-то сверху. Давайте перезарядимся. А то 10 патронов, если вдруг кто-то выбежит, будет не айс. Пожалуйста, не подстрелите меня тут. А то я бегу прям почти что по открытой. Побежим через мост. Я вижу уже противника. Но наши-наши прикрывают. Это хорошо. Не дают высунуться. Это хорошо. Попытаемся обойти их сзади. Я запомнил местоположение одного из противников. Ой. А вот, собственно говоря, и противник. Отлично. Попытался переплыть. Переползти. Ой-ой-ой-ой-ой. Подогнем, подогнем. Ага, вижу, вижу, вижу его. А, отлично. Победа. Кажется, мои союзники то ли его убили, то ли захватили точку. Я так и не понял. Но, собственно говоря, не успел он нас прикончить. А мы прикончили все-таки противника. Давайте еще раз за скаута сыграем. Мне так и не удалось протестировать, так сказать, этого персонажа. Он все-таки побыстрее бегает. Тут мы добежали, собственно говоря, и уже почти всех перебили. А сейчас мы попробуем сыграть именно за скаута и попытаться обойти противника сзади. Если это получится, это будет вообще шикарно. Ну, скорее всего, мы, конечно, сольем опять. Но, мало ли, вдруг повезет. И скаут погнали вперед. За США. Или это Китайская Народная Республика? По-моему, это Китайская Республика, а не США. У США там флаг чуть-чуть другой. Серп и молот был изображен. Собственно, вот он здесь. И у нас разведчиков сколько? Один. Погнали, погнали. Бегим быстро, стрелять быстро. Убивай ты. Всех зарежу. Точнее, застреляйку. Мне нравится вон то плато, которое там находится. Давайте попробуем обойти противников именно вот по этому пути. Мало ли, вдруг еще выйдет. Хотя, конечно, это весьма рискованно. Ой, блин, снайпер. Снайпер это нехорошо для нас. Вижу, вижу скаута. Нас обнаружили. Уже начали огонь по нам вести. Вот, смотрите, снайпер выцеливает. Ой, блин, там еще один снайпер. Ага. Значит, вот оно как. Блин, блин, нет, 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 это не мой класс. Это явно не мой класс. Да и выбежали, мы считайте, на всю вражескую команду. Там даже не один, не два, а целых три человека у нас было. Мы были под прицелом у целых троих людей. Да, не очень хорошо. Интересно, почему изображен на Forces of Freedom Tactical Team Combat ножик? Ведь ножа тут, по сути, нет. Ну ладно, да я говорил, это будет последний матч. Или я не говорил, что это будет последний матч. Но давайте сыграем еще одну каточку. Уже очень хочу я, как сказать, такую чистую победу, чтобы она была заслуженная. Так что давайте еще раз сыграем за снайпера США против двух снайперов и двух бойцов у нас, не считая нас. Но еще третий снайпер тогда получается в команде противника. И начинается матч. Погнали. Раньше я как-то мог ложиться, но я забыл, собственно, как это делается. И когда я ложился, я, собственно говоря, снимал гораздо лучше противников, чем вот сейчас происходит это. То, что мы все время сливаемся, потому что, собственно говоря, не можем минимизировать точку обстрела. А когда ты сидишь, то голова более четкая цель считается. Ну вот это, вот это топовая, конечно, позиция. Так, выходим. Ага, вижу первого противника. И мимо. Черт, я был уверен, что я попаду. Но почему-то что-то пошло не так. Блин, слышу противника рядом. А, это наш союзник. Фух. Я уж был испугался, услышав вот это вот. Так, нет, не стреляй, прицеливайся. Вижу, откуда летят патроны, но не вижу самого противника. Может быть, выйти посмотреть. И вижу, вижу, вижу. Вижу. На себе. Отлично. Отличный выстрел. И у нас мы видим там еще один противник. Но он, к сожалению, за столой. Его не могу определить. Место расположения. В принципе, у нас достаточно неплохая детализация, разрешение экрана. Поэтому мы можем даже и не пользоваться. Что это такое, интересно? Давайте нажмем. Вызов самолета какого-то. А, он пропаливает точки обзора. То есть, где противники есть. Угу. Интересно, знаете ли. Не знаю, стоит ли выдвигаться тут. Так, мы снайперы должны просто сидеть. Мы точно их пересидим, если будем сидеть. Но так неинтересно. Давайте все-таки попробуем. Попробуем порискованнее сыграть. Но при этом так, чтобы нас не заметили. То есть, попытаемся очень медленно-медленно пройти. Вот, мы видим противника. Манцуем, манцуем. И давайте целиться. Черт, нет, 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 нет. Это было глупое решение. Он просто прицелился гораздо быстрее, чем мы. Да. Да, не получилось, конечно, у нас затащить. Хоть мы и убили одного человека. Давайте хотя бы посмотрим, как сыграют наши друзья. Хотя, собственно, на 2, на 3. Да, блин, даже несмотря на то, что я кого-то убил, вы просто слили. Давайте, тащите. Слишком хорошо вот этот снайпер стреляет. Слишком хорошо. Ух ты, блин. Это было близко. Собственно, и один игрок у нас просто стоит у навка. Ну да, отлично. Суперская тима, конечно. Лучше не придумаешь. Ладно, тут, я думаю, нет смысла уже дальше смотреть. Потому что, ну, тут один человек против троих играет, фактически. И у него буквально на один выстрел. Хоть и у противника там тоже одного на один выстрел. Но я не думаю, что он затащит. Так что давайте уже возвращаться в главное меню. И будем, собственно говоря, заканчивать этот обзор некоторый. Да, мы, конечно, два матча неплохо сыграли, даже победили. Но проиграли мы гораздо больше, чем победили. И это не может печалить. То есть, как мы видим, вот, магазин закрыт, потому что игра находится в раннем доступе. Солдат, конечно же, пока еще никаких не разблокируется. Так что у всех почти что равные шансы. Но при этом игра не изобилует контентом. Но в целом она прикольная, прикольная. Мне очень так понравилась. Я вот именно решил ее показать вам. Именно по этой причине. В том, что тактическая игра. Вот именно на танки похоже, когда вы танками играете. То здесь практически то же самое. Только за солдат. Ну, а с тем, с вами был Ник. Спасибо большое вам за просмотр. Удачи и до новых встреч.